Алло. Да, Сергей, здравствуйте. Это Михаил. Да, да, это Михаил. Так, Михаил, мы в прямом эфире как раз. Да, да, я понял, вы мне писали. Рад вам рассказать, кто ты и что за история с тобой произошла в парке Тайгана. Мы потом уже более подробно расскажем о твоей истории. Ну, сейчас, я так понял, вкратце, да? Ну, вот примерно так, как я писал. Да, да, вкратце, а потом мы отдельно запишемся уже. Да, я, в общем, жил в Геленджике, решил поехать в Тайган, ну, созвонившись с Олегом Алексеевичем Зубковым, предварительно созвонился. Номер его дал мне брат, и вообще об этом зоопарке я от брата узнал. Ну, брат там, насколько я знаю, никогда не был, по-моему, даже. Ну, так как я люблю животных, и хотелось немножко, как сказать, думал, спокойствие какое-то немножко и животных, там, посмотреть, поработать. Скажи мне, вот эти вот жуткие кадры, где крики на парк Тайган, это с тобой было, на тебя напали? Да, да, это было со мной, у меня даже есть фотографии, есть видео, ну, уже после больницы я снимал, ну, этого ягуара снимал, который на меня напал, лорд его зовут, все это со мной было, вот. У тебя есть какие фотографии, какие у тебя травмы были после этого, или что? Ну, фотографии есть, где я в больнице лежу, ну, как сказать, не с разорванной, но с забинтованной рукой. Есть эти фотографии. И, в общем, я приехал в Тайган, поговорил с Олегом Алексеевичем, полдня просидел там на входе, потому что как раз это было 2 мая, это было открытие, Львов, что ли там выпускали, или что, он был занят. Потом все-таки встретил меня, встретил меня, конечно, хорошо, поговорил на словах, документов никаких не просил, ничего. Мне показали, где жить, сказали, где питаться буду, предоставили комнату. В целом, все было, как бы, на первый взгляд, все было очень хорошо, мне все понравилось. Я спросил у него, он сказал, поработаешь какое-то время, потом посмотрим, если что, устроим тебя официально. Ну, я просто знаю, я сейчас немножко перебью тебя, я просто знаю, что тебя потом чуть ли не заставили подписать документы, я знаю даже, что этим занималась, по-моему, Ирина Романова, юрист, она готовила документы, которые тебе дали подписать, что ты работал на тот момент, или нет? Нет, немножко другая там история была. В общем, 2 мая я приезжаю в Тайган из Геленджика, начинаю работать сразу с 3 мая, как бы мне говорят, все там, вот, 7 часов рабочий день, до 5 или до 4, ну, это не суть, важно. Я, как бы, начинаю там работать, работаю, в какое-то время, там, не могу сказать точно, там, числа, через неделю, там, через 2, по-моему, это было как раз где-то в середине мая, Леокадия Владимировна покойная просит меня подписать в журнале, какую-то подпись поставить, я спрашиваю, что это такое, что за подпись вообще, она говорит, это техника безопасности, ну, я говорю, ну, вы же мне дайте почитать-то эту технику безопасности, ну, как бы, животные, все это такое опасно, как бы, я с животными не работал никогда, а на то я потом тебе эти бумажки дам почитать, там, ты мне главная подпись поставь, ну, по понятным причинам, как бы, с руководством особо спорить я не стал, понимаю, конечно, что не стоило так делать, но это сейчас я уже понял, как, что это плачевно может закончиться, да, я поставил свою подпись, бумаг я так и не дождался никаких, ну, вот, который, сказала, технику безопасности, бумажками назвала. Да, я понял. Никаких этих я не дождался документов, ничего не, так и не прочитал, время особо не было читать, потому что, как я понял, через несколько дней, что условия туда очень тяжелые, один выходной день, работа, как бы, говорили, что до 4-5 вечера, по факту ты ничего не успеваешь, а раз ты ничего не успеваешь, как бы, остаешься, да, за доплату, как бы, за лишние часы дорабатывать, по сути, в итоге, в реальности, получается, что работаешь с 7 утра и до 7, до 8 часов вечера, и, так сказать, уже часам ближе к 3-4 вечера, уже просто от этой жары крымской, уже плохо соображаешь, голову напекло, как говорится, просто, как сказать, я вот приехал и очень сильно был удивлен, сколько нужно делать работы, ну, как бы, думаю, ну, ладно, какое-то время поработаем, может, месяц было. Вот был это 2020 или 2022 какой? Это был 2022 год, 2 мая я приехал. И какая зарплата была? Обещал он мне на словах сначала 600 рублей в день, ну, я так и получал, ну, плюс питание, жилье, как бы, да, мне дали комнату, я один в комнате жил. Ты до этого ролики смотрел, мои декиперы, другие рассказывали про питание, жилье? Нет, Сергей, я ролики не смотрел, и просто сейчас, вот буквально недавно наткнулся, вот, на это, и у меня сейчас, вот прямо сейчас, на данный момент, я вот собираюсь подавать документы в суд, как бы, адвокат помог мне составить адвокат, исковое заявление в суд, ну, чисто не, ну, просто ради того, чтобы у руководства Тайгана, там, Олег Алексеевич или кто-то этим занимается, чтобы просто правильно поставили даты. Из-за того, что правильно даты не поставили, у меня 30 мая случается травма, на меня нападает ягуар, а 1 июня я каким-то образом официально устроен на работу. Ну, опять-таки, как, каким образом? 1 июня меня утром выписывают из реанимации. У меня есть документы, есть выписки из больницы. Я же тебе поэту не сказал про Ирину Романову, что я знаю о том, что это она готовила документы. Я не знаю, кто готовил, я знаю одно, что меня выписали из реанимации, я был под препаратами какими-то сильно действующими, и я даже толком путал, где я нахожусь, то ли в Белогорске, то ли в Симферополе, ну, хотя находился в Симферополе, в 6-й городской больнице. Ну, такое вот состояние было после всего этого. Только-только травма. И меня, я даже ходить не мог, приезжает Олег Алексеевич ко мне, даже не могу вспомнить, с кем он приезжал, но помню точно, что он приезжал. Очень сильно требовал, пришли медсестры, чтобы я спустился, и ему объяснили, ну, и я вообще ходить не мог, меня на инвалидной коляске медсестры привезли вниз, ну, в отделение, где вот принимают, потому что, видимо, им пройти не разрешили, в палату, или они там и не хотели... Подожди, мы упустили самый важный момент, а как ты вообще оказался в вольере, как это получилось? В вольере оказался... Как он напал на тебя, почему это произошло? Я, видимо, допустил ошибку и не закрыл шибер, вот этот, который перекрывает. Короче, там два ягуара, самка и самец вот были, и так вышло, что по своей неопытности никогда в жизни не работал. На то время даже двух, сколько там, даже месяца не было, как я там работал. Одного месяца даже не было. Соответственно, конечно, я допустил ошибку. Вольер огромный, там кусты везде, деревья какие-то, всякие трава. То есть я не понял, как так получилось, и получается, что, ну, как бы, я не закрыл этот шибер. Одного ягуара перекрыл, а второй здесь был. Ну и вот, у меня было в руках мясо, чтобы покормить. Я как бы открыл, приоткрыл эту дверь, ягуар выпрыгнул просто из-за кустов, откуда-то там, из-за деревьев. Он выпрыгивает, и хватает, короче, когтями просто меня, как бы, за кисть руки, ну, соответственно, затягивает кисть левую в вольер. Вольер внутрь открывается, он затягивает мою левую руку в вольер, цепляется зубами, вот, почти возле локтя. А как вообще ощущения, они от шока, ты боль чувствуешь, или, ну, судя по тому, как ты кричал, было очень больно, да? Я кричал, я точно знаю, почему я кричал, боли не было совсем абсолютно, никакой боль появилась, только как, да, это было шоковое состояние, и кричал, я осознавал четко, что мне нужна была помощь, чтобы кто-то услышал просто меня, потому что ситуация была такая, вот, представьте, вольер открывается внутрь, правой рукой я держу дверь, чтобы он меня просто не задернул в вольер, просто я понимал, осознавал, что если я не удержу дверь, я уже мысленно практически согласился, мне казалось, что это длилось, там, я не знаю, как будто он меня полчаса или час там держал за эту руку, там, грыз, а на самом деле это были, там, я не знаю, может быть, даже минута всего, прошла, а две, не знаю, сколько это длилось, вот, я просто осознавал, что если он меня, как бы, затянет вольер, все, ну, как бы, он меня просто убьет, перегрежет горло, вот и все, поэтому, я понимал, что мне надо кричать, что-то делать, для того, чтобы, так сказать, просто кто-то услышал, услышали какие-то рабочие, или кто услышал, я не знаю, я помню, что, наружу вольера, какой-то арматуриной, оставленной, благополучно, в моем случае, сварщиками, там, после работы, какой-то арматуриной, начали, ну, этого, ягуара, тыкать, в него, и вот он отпустил меня, и вот после этого уже боль появилась, я лежал там, еще около 40 минут ехала скорая, никого, никого вообще из сотрудников Тайгана рядом не было, были люди совсем, чужие люди, просто посетители какие-то, парни, они там были с ребенком рядом с коляской, один оказывается, ну, это уже они мне рассказывали, чтобы я сознание не терял, один побежал, ребенка с коляской, увезти подальше, ну, мало ли что, он мог же выбежать, едва, вот, один побежал парень, ребенка подальше, увезти с коляской, там, наверное, с мамой, может, я не знаю, нет, давай, наверное, на этом мы остановимся, потому что эта история у тебя очень, большая, там подробностей очень много, всегда, история очень длинная, потому что, ну, она интересная, я вижу, что людей заинтересовало это все, просто давай, может, когда ты с работы освободишься, мы сможем все завтра, да, все, я сутки через трое работаю, завтра как бы буду свободен, ну, не знаю, может, до вечера мы спать плю, а так, хорошо, все, не надо в работе, тогда давай завтра вечером созвонимся, ну, напишешь предварительно, мы созвонимся с тобой, надо телефону запиши, вот этот номер, да? Да, да, он у меня один, и мы подробно людям расскажем, что на основном канале опубликуем твою историю, да, если нужно, я даже могу сейчас там, время есть, могу какие-то, да, подкид, что есть, никакая информация, уже сейчас можешь накидывать туда в личку, мне там какие документы, фотографии, видео может какие-то есть, да, но документы сейчас никакие не скину, они у меня дома находятся, там у меня есть фотки, фотки какие-то есть, все хорошо, спасибо тебе, на связи там. Всего, всего доброго, всем зрителям привет там. Давай, давай, пока. Субтитры сделал DimaTorzok